Всем привет! Сегодня рассмотрим паттерн команда. Это вроде бы поведенческий паттерн проектирования или программирования. Так вот, сегодня рассмотрим. И конечно же, как было уже раньше, будем рассматривать вот с этого ресурса, где очень интересные паттерны, точнее интересные примеры их применения. Но, но я обнаружил, что есть, оказывается, перевод вот этого вот сайта. Вот он, кто-то владелец вот этого ресурса, молодец, и перевел, перевел, перевел веб-версию вот этого сайта. Так вот, получится, что получится? Получится, что я, получается, буду брать и проговаривать то, что уже сделал кто-то. Кто-то сделал вот этот сайт, книгу выпустил, ее можно купить в электронном и бумажном варианте, а другой кто-то взял и перевел. А я, получается, вообще буду брать и использовать готовое. Но, чтобы это не было так, не выглядело, я не знаю, может быть, плагиатом, то я сразу вам об этом говорю. То есть, я говорил об этом сайте, теперь вот, как я увидел, есть еще вот такой. Поэтому, если вам удобней смотреть это в видеорежиме, то, конечно же, продолжайте смотреть. А если нет, то, пожалуйста, переходите вот на этот сайт, и здесь у нас, вот, martalex.gitbooks.io И здесь все переведено. И переведено, вроде бы как, довольно неплохо. Ну, а сам автор этого всего, как мы видим, что он здесь пишет. Я здесь, чтобы помочь. Шаблоны игрового программирования – это коллекция игровых паттернов, которая делает код чище, понятнее и быстрее. Этой книги мне не хватало, когда я начинал делать книги. И теперь я хочу, чтобы она была у тебя. Ну, ну, вроде бы все честно. Ну, все вроде честно, да. Да, можно было бы, конечно же, сейчас брать и придумывать свои примеры для этих паттернов, которых здесь немало. Но я этого делать не буду, так как я так проклацывал. Я не все паттерны клацывал, нет времени на это. Но здесь действительно классные примеры и хорошо описаны. И без вот этих килограммов каких-то UML диаграмм, на которые смотришь и уже становится грустно. И всего такого. Здесь хорошая форма подачи. Поэтому я так решил, что все-таки, несмотря на это все, я буду брать отсюда эту информацию. Ну, что ж, меньше, меньше-меньше разговоров. И давайте приступим. Ну, и приступим сначала. Я буду это все, ну, говорить от имени автора. То есть, по типу как команда, это один из моих любимых шаблонов. В большинстве программ, которые я писал, и в играх, и в других программах, так или иначе, приходилось, точнее, находилось применение для этого шаблона. Итак, что такое команда? Ну, как тут автор пишет, что команда это материализация вызова метода. Так вот, если мы говорим, что команда это материализация вызова метода, это означает, что вызов метода оборачивается некоторым объектом. Есть много разных названий. Обратный вызов, функция первого класса, указатель на функцию, замыкание, частично примененная функция, в зависимости от языка, к которому вы привыкли. Однако, все это одного поля ягоды. Ну, и банда четырех дальше уточняет. Команда это объектно ориентированная замена обратного вызова. И это уже гораздо полезнее для осмысленного выбора шаблона. Но пока это все абстрактно и слишком туманно. И я хочу начать главу с чего-то конкретного. И сейчас я, ну, мы вместе с вами это сделаем. Чтобы это сделать, понадобится пример, в котором применение команды будет смотреться идеально. Ну, и так как это все посвящено играм, то пример следующий. Настройка ввода. Внутри каждой игры есть код, отвечающий за считывание пользовательского ввода, нажатие на кнопки, клавиатурное событие, нажатие мышки и так далее. Этот код обрабатывает ввод и преобразует его в соответствующие действия игры. Игры, игры, игры. Так, я это закрою. И вот примерчик такой, да. Давайте я тогда сразу буду копировать. Так вот, вот у нас джойстик есть и есть кнопки. Прыгать, стрелять, ну, изменить оружие и что-то там еще. Так, 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 так. Ну и самая примитивная реализация этого всего было бы что-то вот по типу этого. Но если была нажата кнопка X, прыгаем, Y, стреляем, A, меняем оружие, B, что-то не знаю, что-то делаем. Ну и совет от профессионала, не нажимайте B слишком часто. Такая функция обычно вызывается, вот такая функция, Handle Input, то есть обработка ввода, обычно на каждом кадре внутри игрового цикла. Ну и, конечно же, вам понятно, что она делает. Здесь мы видим жесткую привязку пользовательского ввода с действиями в игре. Жесткая привязка, вот она. Есть кнопка, если она нажата, жестко привязана к этой нажатой кнопке. Прыжок. Однако, многие игры позволяют пользователям настраивать, какие кнопки за что отвечают. Для того, чтобы это стало возможным, нам нужно преобразовать прямые вызовы, jump, к примеру, и firegun, в нечто, что мы сможем свободно менять местами. Менять местами звучит как присвоение значений переменным. Поэтому нам нужен объект, который будет представлять игровое действие. И вот здесь вступает в дело паттерн игровой шаблон. Это я закомментирую. И в это вступает такой паттерн игровой шаблон. Ну, игровой шаблон, блин. Команда. Итак, вот у команды базовый класс. Он так и называется. Команда. Базовый класс. И как мы видим, здесь у нас он абстрактный класс и виртуальные функции. Виртуальный деструктор и виртуальная функция execute. Выполнить. Когда у вас появляется интерфейс с единственным методом, который ничего не возвращает, с большей долей вероятностью можно предположить, что это шаблон команды. Итак, базовый класс у нас есть. Теперь нам нужно создать наследника. То есть создаем дочерние классы. И вот как они выглядят. Так, ну это пусть так и будет. В нашем обработчике мы будем хранить указатели на команду для каждой кнопки. Вот наш будет обработчик. Который мы опишем вот здесь. Так, ну и давайте я сделаю, сделаю какие-то вот такие заглушки, чтобы оно у нас не ругалось. Jump. А сюда стреляем. И давайте для того, чтобы проще это все было, я вот так вот разнесу. Так, что мы видим? Мы видим здесь перекрытие метода execute или функции execute. Перекрываем. Соответственно, вот у нас команда для прыжка, команда для стрельбы. И у нас есть обработчик ввода. Теперь обработка ввода. Вот мы создали класс, в котором храним указатель на какую-то из команд. Теперь в обработчике ввода мы можем сделать следующее. Как у нас выглядит наш обработчик. Давайте я его прямо здесь и помещу. Вот так вот. Ну и давайте я сейчас, наверное, енамы для этого всего сделаю, чтобы было проще. А потом продолжим. Итак, я описал перечисление и сделал такую заглушку, пустую функцию из пресса. Для того, чтобы у нас все компилировалось и не ругалось. Теперь смотрим на наш обработчик. Что у нас тут появилось? У нас, опять-таки, идет проверка, нажита ли кнопка x, y, a и b. И, соответственно, вызывается какая-то команда. Обратите внимание, что проверки на нул, вот здесь нет. Подразумевается, что к каждой кнопке уже привязаны определенные команды. Если мы и в самом деле захотим иметь кнопку, которая ничего не делает, то нам все равно не нужно добавлять проверку на нул. Вместо этого нам нужно реализовать команду метод execute, который ничего не делает. К примеру, там класс какой-то nothing command. Команда ничего не делающая. Так, 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 так. Теперь, теперь давайте посмотрим вот сюда, на эту картинку. Там, где раньше пользовательский ввод напрямую вызывал функции, теперь у нас появился промежуточный слой косвенности. В этом и заключается суть шаблона команда. Если вы уже его оценили по достоинству, дальше, следующую часть можете рассматривать как бонус. Ну, как бы да, это одно применение, это я уже от себя говорю. Есть и второе применение, которое, ну, я встречал почаще. Ну, оно применялось чаще, это второе применение. Так, так. Теперь идем к бонусу, да. Надеюсь, с этим все понятно. То есть теперь у нас мы можем в конструкторе или при инициализации игры назначать каждой кнопке определенный объект. Здесь четко не указано и непонятно, какая команда. То есть, соответственно, этих команд может быть много. И на кнопку X, если мы назначим прыгать, то button X равно new jump. Потом мы играем, играем, не понравилось нам и хотим перенастроить. Соответственно, удаляем предыдущий объект и новому выделяем new fire command. Ну, по поводу бонуса, да, второго применения. Классы команд, которые мы только что определили, отлично работают для примера игры. Но их возможности все-таки сильно ограничены. Проблема в том, что мы предполагаем, что у нас уже есть готовые функции высокого уровня. Это jump, это fire gun и так далее. Которые сами знают, как найти персонаж игрока и заставить его плясать под нашу дудку. Такое предположение значительно снижает применимость наших команд. Получается, что команда jump, к примеру, command это единственное, что способно заставить прыгать только нашего игрока. Давайте избавимся от этого ограничения. Вместо того, чтобы запускать функцию, которая будет сама искать объект для воздействия, мы сами передадим ей объект, которым хотим управлять. И для этого модифицируем вот этот вот метод. И сюда, так давайте, вот я все буду так вот переписывать. Мы передаем gameActor. То есть ссылку на объект типа gameActor. Здесь в качестве gameActor выступает класс игровой объект, представляющий игрока в игровом мире. И мы передаем его в метод execute. И таким образом, изолированная команда получает возможность вызывать метод выбранного нами актера. Ну, 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 давайте-ка я сделаю вот так вот. Сделаю заглушку. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Как у нас команда, точнее, jump изменилась. Jump изменилась вот так вот, следующим образом. Значит, нужно бы сюда актеру добавить метод jump. Ну, и, соответственно, скорее всего, firegun тоже надо. Да. И firegun. Так, теперь, 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 jump command. И вот это тоже нам надо изменить. Делаем вот так вот. И... Так, есть. Итак, теперь мы можем использовать этот единственный класс, чтобы заставить прыгать любого в нашей игре. Правда, у нас пока еще есть прослойка между обработчиком ввода и командой, которая, собственно, получает команду. Вот у нас эта прослойка. Не понял, что опять не так? А, сюда надо актера передать. Да. Так вот. Вот эта прослойка, которая, собственно говоря, получает команду и применяет ее к нужному объекту. То есть для этого нам надо это все изменить. Для начала нам нужно изменить handle input. Таким образом, чтобы она возвращала команду. Ну, давайте, давайте изменим. И вот так вот предлагается изменить. Изменить, изменить. Вот. Сейчас мы изменим. То есть метод handle input будет возвращать уже команду. Вот. Дальше. Дальше, дальше. Функция не может выполнить команду немедленно, потому что не знает, какого актера ей передать. Зато мы можем воспользоваться тем преимуществом команды, что это материализованный вызов. Мы можем отложить выполнение. Теперь нам нужен код, который получит команду и передаст в нее актера, представляющего игрока. Ну, что-то наподобие вот такого. Вот, вот такого. Так, так, так. Input handler. Давайте. Вот так вот. И актера еще нам надо завести. Вот. Вот что-то типа такого. То есть у нас здесь есть актер, наш какой-то игрок. Дальше обработчик ввода и дальше команда. И вот этот обработчик ввода возвращает некую команду. В зависимости от того, какая кнопка была нажита. Соответственно, какая-то кнопка была нажита. И в зависимости от того, какой сейчас там текущий игрок, ну, к примеру, мы можем переключаться, мы его передаем и выполняем на нем эту команду. Предполагая, что актер указывает персонажа игрока, мы получаем корректную реализацию того, чего добивались. То есть мы вернулись к тому же поведению, что и в самом первом примере, добавив слой косвенности между командой и актером, который ее выполняет. Мы получили еще одну приятную особенность. Теперь мы можем позволить игроку управлять любым актером в игре. Просто подменяя актера, которому применяется команда. На практике такая возможность используется не слишком часто. Но похожий вариант использования все равно часто всплывает. До сих пор мы упоминали только управляемых игроком персонажей. А как же насчет остальных? Тех, которые управляются игровым искусственным интеллектом. Мы можем использовать тот же самый шаблон в качестве интерфейса между движком искусственного интеллекта и актерами. Код искусственного интеллекта просто будет вызывать объекты команд. Уменьшение связанности в данном случае, когда искусственный интеллект выбирает команду, а код актера ее выполняет, дает нам дополнительную гибкость. Мы получаем возможность использовать разные модули искусственного интеллекта для разных актеров. Или же мы можем их смешивать и выстраивать искусственный интеллект для разных стилей поведения. Если вам нужен более прогрессивный противник, вы просто подключите более агрессивный искусственный интеллект, чтобы им управлять. На самом деле мы можем даже передать на попечение искусственного интеллекта персонаж игрока, что довольно удобно для демо режима, когда игра работает на автопилоте. Делая команду, управляющую актером, объектом первого класса, мы избавляемся от жесткой привязки, прямого вызова метода. Вместо этого можете думать об этом как об очереди или потоке команд. Некоторый код обработчик ввода или искусственного интеллекта генерирует команды и добавляет их в поток. Другой код, диспетчер или сам актер, поглощает команды и вызывает их. Поместив такую очередь в середину, мы уменьшаем связность между производителем с одной стороны и потребителем с другой стороны. Ну и здесь есть еще последний пример. Отмена и повтор называется. Последний пример это самый известный способ применения данного шаблона. Если объект команда может выполнять действия, значит мы уже сделали маленький шаг к тому, чтобы получить возможность их отменять. Отмену можно встретить в некоторых стратегических играх, когда вы имеете возможность отменить последние непонравившиеся вам действия. Такая функциональность обязательно присутствует в инструментах, которые используются для создания игр. Лучший способ заставить гейм-дизайнера ненавидеть вас, это выдать ему инструментарий, в котором нельзя отменить того, что он наворотил своими толстенькими пальчиками. Ну, 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 и давайте приступим, да? Рассмотрим последний пример. Мы уже оценили удобство использования команды для абстрагирования неопользовательского ввода. Поэтому каждый ход игрока у нас уже инкапсулирован в команду. Так, например, движение юнита может выглядеть следующим образом. Давайте, Ctrl-C, Ctrl-V. И нам надо заглушки. Заглушки в данном случае будет юнит. Чего-то типа такого. паблик, 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 муфту. И тут int, int. Так, что-то типа такого, да. Вот так вот может выглядеть движение юнита. Обратите внимание на небольшое отличие от нашей предыдущей команды. В предыдущем примере мы хотели абстрагировать команду от актера, на которого она действует. В этом же случае мы специально хотим привязать ее к актеру, которого она двигает. То есть в данном случае, как вы видите, в execute нету, не передается актер. Экземпляр этой команды это не обобщенная операция, перемещающая что-либо, которую можно применить в самом разном контексте. А конкретный отдельный шаг в очереди шагов игры. Это показывает, насколько вариативным может быть применение данного шаблона. В некоторых случаях, как наша первая парочка примеров, команда это многоразовый объект, представляющий действия, которые можно выполнить. Наш первый пример, обработка кив-вода, сводится к единственному вызову метода execute по нажатию нужной кнопки. Ну, вот более специфическая команда. Она описывает вещи, которые можно сделать в определенный момент. Это значит, что код обработчика ввода будет создаваться каждый раз, когда игрок решит двинуться. И вот так вот это может выглядеть. О, елки-палки. Так, юнита давайте еще. Возвращает какого-то юнита, какая-то функция. Дальше, button-up. Button-up у нас нет. Значить нам надо button-up. Так, сейчас я это все добавлю и продолжим. Итак, добавил. Что мы здесь видим? Мы здесь видим обработчик ввода, где у нас, если нажито кнопка вверх, то мы возвращаем объект. Какой объект? Move, unit, command. И здесь мы перемещаем юнита, точнее, 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 мы рассчитываем его новые координаты, создаем новый объект, уже с текущими координатами, и возвращаем его. Так, 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 так. И что пишет автор дальше? Ага. Как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть, когда объект решит двигаться? Это будет выглядеть вот так вот. Конечно, в языках без сборщика мусора, наподобие C++, это означает, что выполняющий команды код, также должен заботиться и об освобождении памяти. Тот факт, что команды получаются одноразовыми, дает нам определенные преимущества. Чтобы сделать команды отменяемыми ми, мы определим еще одну операцию, которую должен реализовать каждый класс команд. То есть фишка в том, что мы вот здесь создаем команды, возвращаем новые объекты. То есть каждая команда это новый объект, который связан с реальным объектом, но этот новый объект имеет немного, вот в данном случае, другие координаты. Так, он говорит, он пишет, что еще можно будет отменять. Так вот, эти команды, ну я так думаю, можно будет где-то складировать, а потом их отменять. Так, вот он говорит, да. Execute, ну гейма actor я оставил. Game actor я оставил. Дальше, дальше, дальше. Че он тут пишет? Move unit. Так, ну ладно, давайте перепишем нашего move unit command. Move unit command на вот это. Все ли у нас тут нормально? Не собирается, а не собирается, потому что actor надо. Я его добавлю, мы его все равно не используем, но добавлю, чтобы была, чтобы собиралась без ошибок. Итак, вот как выглядит, да. Теперь смотрите, обратите внимание. Мы добавили в класс, в этот класс, больше состояния. После того, как мы переместили unit, ему неоткуда узнать, где он был раньше. Чтобы иметь возможность отменить перемещение, нам нужно запомнить предыдущую позицию самостоятельно. И для этого были добавлены x before, y before. Чтобы позволить игроку отменить движение, нам нужно сохранить последнюю выполненную команду. И потом, когда мы нажмем, к примеру, ctrl-z, мы просто вызовем метод undo. А undo переместит игрока на предыдущее место. Поддержка множественной отмены мне намного сложнее. Вместо того, чтобы просто запоминать последнюю команду, мы будем хранить список команд. Вот, к примеру, да. Список команд. И ссылку на текущую. Когда игрок выполняет команду, она добавляется в список команд. И помечается как текущая. К примеру, вот текущая команда. Когда игрок выбирает отмена, мы отменяем текущую команду и сдвигаем указатель на одну позицию назад. Когда мы выполняем повтор, мы перемещаем указатель на позицию вперед, выполняя команду. Когда игрок после отмены выполняет новую команду, все содержимое списка после текущей команды выбрасывается. Ну и, ну и, ну и, ну и, ну и. Ну и, наверное, все. Так, этот видос я опубликую и вы, и вы, и вы, посредством лайков и дизлайков дадите мне понять, продолжать ли дальше вот так вот брать и в тупую, скажем так, зачитывать эту информацию по этим паттернам. Потому что, на самом деле, мне не хочется придумывать свои примеры, потому что здесь очень классные примеры и все толково расписано. Толково расписано и хорошо. Поэтому ставьте лайки, если продолжать, ну, дизлайки или можете просто лайки не ставить. Я буду видеть, что лайков нету и буду понимать, что нет, так не надо. Ну, а по поводу команды, на самом деле, да. Вот эта возможность складировать команды и отменять, ну, вот как раз в слове уже команды и есть этот паттерн, да, название. Очень удобная вещь. То есть мы сложили команды, а потом отменили. И вот когда создается новый объект, где он у нас? Где? 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 Где бы? А, вот. Вот. То есть это по факту новая команда. Есть привязка текущего. Ну, здесь, на самом деле, уже есть конкретные координаты. А на самом деле можно было бы указать просто, насколько она изменяется. То есть вперед она двигается. То есть, смотрите, к примеру, это не конкретная координата была бы, а просто направление. Но все зависит, на самом деле, от задачи. Поэтому, ладно, не буду уже больше занимать времени, потому что и так уже полчаса. Поэтому лайкайте, если продолжать. Ну, и не лайкайте или дизлайкайте, если не продолжать, а придумывать свои примеры. Что будет затруднительно, потому что нет времени? Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.